It cannot keep himself from the universe climax. То есть ответ – тишина. Это правильный ответ. Вы – пространство, а сейчас видитесь изображением, наложенным на пространство. Сейчас вы отождествляетесь с изображением, но до сознания вы действительно не были ни пространством, ни изображением. Я говорю, что вы не были пространством по той причине, что мы можем говорить о нем. То есть у вас есть концепция пространства, и это не то. Единственное, как вы можете это обнаружить, ничего не говоря, поймав себя между мыслями. Когда у вас есть мысль, и вы пытаетесь выяснить, что это такое, и когда мысль прекращается до того, как войдет следующая мысль, вот это оно. Промежуток между двумя мыслями – это то, о чем мы говорим. И снова нужно помнить то, что пока вы можете об этом рассказать, пока вы можете это описать, пока вы можете об этом поспорить, пока вы можете защищать свои права и говорить «это такое и такое», вы ошибаетесь. На самом деле вы не ошибаетесь, вы просто на неверном пути. Потому что если бы вы ошибались, тогда что-то было бы правильным, а нет ничего правильного и неправильного. Это выходит за пределы двойственных концепций. Поэтому я говорю, чтобы вы больше времени проводили наедине с собой, когда вы не смотрите телевизор, не слушаете, как звонит телефон, когда вы можете отключить себя от радио. Просто сидите и будьте собой. Тогда вы испытываете чистое бытие. Потому что пока вы ищете, вы никогда не найдете. В конце концов задайте себе вопрос, что вы ищете. Вы ищете что-то, что уже есть. Поэтому вы никогда не сможете это найти. Если бы вы не были этим, тогда вы бы искали. Но вы уже являетесь этим. Поэтому поиск становится бесполезным. Что это такое? Это пространство между вашими атомами. Любая разумная и неразумная вещь состоит из миллиардов атомов. А промежутки между – это сознание. И снова мы используем слово «сознание» за неимением лучшего слова. И это ваше истинное «я». Это то, кем вы являетесь на самом деле. Все зависит от вас. Что вы делаете со своей жизнью каждый день. Как вы живете свою жизнь. Это не означает, что вы должны сидеть дома и весь день медитировать. Это означает, что вы делаете свои дела. Вы можете работать, вы можете не работать. Вы можете ходить в кино. Вы можете смотреть телевизор. Вы можете делать все, что вам нравится. Но никогда не отождествляйтесь с объектом. Никогда не отождествляйтесь с тем, что делает тело. Позвольте телу делать то, для чего оно сюда пришло. Но удерживайте ум и себя в сердце, в свете, в сознании. Успокаивайте своем любым способом, который нравится. Любым методом. Становитесь свидетелем своих мыслей. Используйте атма-вичару, самоисследование. Любой метод, который можете использовать. Делайте его. Делайте его целый день. Вот в чем секрет. Не только тогда, когда вы приходите сюда. Не только один час в день. А в течение всего дня. Как вам с этим справиться, если вы ходите на работу и там вас увольняет? Вместо того, чтобы волноваться, задайте себе вопрос. С кем это происходит? Кто проходит через это? Я. Держитесь за Я со всей своей силы. Отслеживайте Я до его источника. Смотрите на Я-нить, которая, как кажется, идет от источника, к тому, о чем вы думаете. И все ваши мысли привязаны к этой нити, к Я-ните. Все ваши страхи, все ваши расстройства, все ваши желания, все привязано к Я-ните. И в то время, как вы крепко держитесь за нее, вы отслеживаете ее, отслеживаете до сердечного центра. Затем она просто, как покажется, исчезнет. Я говорю «покажется, что исчезнет», потому что она никогда не существовала. Поэтому кажется, что она исчезает. Но как только это произойдет, вы будете свободны. И вас больше не будет беспокоить ни одно смертное состояние. И вы будете счастливы. Но когда я говорю, что вы будете счастливы, я не говорю о человеческом счастье. Я говорю об очень счастливом, веселом времени без причины. Поскольку вашей природой является счастье. Вашей истинной природой является блаженство. Когда вы избавляетесь от остального, вашей истинной природой сияет сама без усилий. Поэтому мы называем этот путь путем без пути. Потому что в действительности пути нет. Есть только тишина ума. Отслеживание Я до Источника. Затем вдруг вы становитесь вездесущностью. Вы становитесь всеведением. Вы становитесь всемогуществом. Затем вы можете сказать, я есть то, я есть. Но на самом деле никого не останется, чтобы что-то говорить. Вы просто будете купаться в солнечном свете своей любви. Своего счастья. Своего блаженства. Кто-то позвонил и попросил объяснить. Я делал это и раньше. Но я расскажу снова. Какая разница между ищущим, учеником и преданным? Мы говорили об этом несколько раз. Некоторые из вас звонят и спрашивают. Поэтому я коснусь этого снова. Ищущий – это благословенный человек. Потому что в прошлых опытах, на разных путях, ему достаточно повезло, чтобы начать искать истину. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok